любопытное такое заявление генпрокуратуры рф вернее одного из ее прокуроров в россии искусственно разжигается ненависть к мигрантам чтобы затормозить развитие страны и развалить ее изнутри мол не редкий случай когда радикально настроенные лица искусственно разжигает ненависть к иностранцам чтобы преподнести это как модель поведения целой нации а что значит это заявление это начинается попытки оправдать гонения на иностранных граждан после вот крокуса ну и в целом на гонение мигрантов которые мы наблюдаем вот в последнее время вот это сегодняшняя цитата бастрыкина который глава следственного комитета не прокуратура но следственный комитет вот его просто вот дословная дословная цитата мы нашли такую фишку мы нашли такую фишку что мигранты стали потихонечку покидать территорию российской федерации он заявил что это отправило 10 тысяч мигрантов получивших российское гражданство на и своего и вот как он это сказал более 30 тысяч уже отловили таких получивших гражданство но не желающих стать на воинский учет и порядка 10 тысяч из них отправлены в зону специальной военной операции прокуратура идея арестовывать бастрыкина чем проблема вот он кто вот он кто сеет ненависть мигрантам ну вот же ну может не он один конечно но действительно когда должностное лицо позволяет себе такое говорить но в принципе удивляться нечем еще об одном любопытном персонаже хотелось бы поговорить это рамзан кадыров вот он провел совещание силовиками чеченскими и его посвятили событиям в дагестане недавним и вот кадыров сказал что нужно убивать родственников людей которые заподозрены в ваххабизме и вот далее процитирую если этот подозреваемый связан с шайтанами его надо наказать наказать весь его рот этот род должен знать что они несут ответственность полностью как вам такое высказывание ваххабитов россии более 700 тысяч человек и причем это данные на 2014 год свежее этих данных нет вообще ваххабизм это течение которое возникло в 18 веке и европейские следователи чтобы нам помочь разобраться что это за учение обычно называет их исламскими протестантами да и вот своеобразным мартином лютером среди таких людей был из 13 века из 13 века богослов которые вызвали собственно аль ваххаб от тэмими да от тэмими и и собственно по его имени и названо это учение которое предполагает что только три поколения после пророка мухаммеда исповедовали настоящий истинный ислам а дальше нанесли туда всякой ереси языческих верований и прочее 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 собственно ваххабизм сыграл очень большую роль например освобождение от османской империи и в конце концов одно небольшое маленькое княжество эмират на полуострове приняла ваххабизм как государственную основу государственную религию а теперь это государство очень большое называть саудская аравия и собственно ваххабизм в россии не запрещен и сколько я понимаю сколько я понимаю примерно 99 процентов чеченцев как раз придерживаются именно этой версии ислама именно ваххабизма и действительно это не никак не не запрещено и совет мухтев неоднократно говорил что ваххабизм нормально не нельзя это запрещать если конечно кадыров имел ввиду что надо преследовать родственников террористов здесь тут конечно знаете уж на что я гуманист и правозащитник но тут я горячо приветствую рамзанах мальча призываю ему начать себя в конце концов тот уже грохнул его отца ахмада кадырова кому как не ему его сыну и главе безопасности ахмада кадырова знать не знать кто его грохнул да и об этом говорили все эти годы вот недавно вышел фильм про рамзана кадырова про его собственно подвиги приключения в проекте проект и вот там очень у нас было сказано уже с доказательствами что скорее всего это сделал он сколько народу вообще убил кадыров его клан я думаю что нам не сосчитать никому не сосчитать поэтому конечно нужно начать себя и совершить в конце концов доложить на себя руки убей себя по стену кадыров но тут уж знаете наверное после этого я отзову свое кровожадное заявление следственный комитет россии предлагает внести изменения в законы чтобы вот людей которые совершили преступления против мира и безопасности можно было признавать виновными по суду даже после их смерти зампред следственного комитета александр федоров об этом заявил мол наказывать нужно даже умерших это вот что за пародия на не знаю на мертвые души зачем это нужно делать а вы знаете а мне кажется что люди думают все-таки о своем будущем о перспективе и люди думают о том как например им мириться с украины как например вот к вам подойти они думают заранее он думает сдохнет путин а мы его выкопаем и будем судить и вот притащивая его там труп на веревке в украину и думаю у тебя так думают конечно такая маленькая и наверное очень смешная шутка хотя был бы неплохо конечно конечно будут будут сейчас судить и посмертно а что будут дальше делать я не знаю приговорить могилу сжиганию я не знаю конфисковать имущество у родственников до седьмого колена это же так можно признать террористами всех да до чего какой срок давности 19 век 18 век 15 век что кого но могут конечно могут могут и мертвы судить мертвые сразу не имут